И невозможно и возможно, до недавнего времени пациенты с ампутированной конечности не могли мечтать о ее восстановлении. Хотя о хирургической операции проводились, шанс, что часть тела приживется, был очень мал. Все изменилось с появлением в травматологической больнице отделения микрохирургии. О чудесных исцелениях, которые там происходят, репортаж Анастасии Каминской и Владимира Подлевских. Стопа теплая. Пошелите немножко пальчиками. Чего-то отлежим, так не знаю, получится. Немножко, вот видите, вот они есть, движение в стопе. Это первый удачный опыт реплантации стопы в областной травмобольнице. Пациент признает, что травму получил по собственной неосторожности. Когда это произошло, первая мысль была, что в 35 лет остался инвалидом. Но кировские хирурги совершили то, что до недавнего времени было невозможным. Чувствовать на данный момент не чувствую, просто могу немножко пальцами шевелить. Секрет чудо в технике нового поколения и высокой квалификации врачей. Каждый из них для того, чтобы работать в этом отделении, прошел обучение по новой специализации. Что касается оборудования, что позволяет делать такие операции, конечно, тут все, вы видите, операционные лампы, стол. Именно специально, где во многих отделениях микрохирургия, допустим, травматология, ортопедия, нижние ноги, нет такого кресла. Это кресло с лифтом, с подрукотниками, с подпором спины, как в Лексусе, можно сказать. Раньше подобные операции выполнялись специалистами разных отделений. С появлением отделения травматологии и микрохирургии работа в нем будет совершаться по трем направлениям. Это реплантация конечностей, помощь пациентам с последствиями травм опорно-двигательного аппарата, а также участие в операциях отделения ожогового центра. То, что мне, в общем, достаточно близко, как детскому ортопеду-травматологу по совместительству, у многих детей, как вы знаете, отсутствует пальцы на кисти, отсутствует хват, и, к сожалению, такие аномалии развития у нас встречаются. Так вот, пересадка пальцев со стопы на кисть и формирование хвата, перспективы детей, это тоже удела отделения микрохирургии. Отделение открыто на новых отремонтированных площадях. На сегодняшний день коек в нем пока 10, но учитывая специфику операции, этого хватает. Для того, чтобы поврежденная конечность была восстановлена, необходимо лишь доставить ее в областную травмбольницу. Если высокотехнологичная операция, а большая часть операций там именно такие, она выполняется в этом отделении, то дальше пациент первые дни перевязывается и выписывается над лечением либо в наше отделение дневного стационара, либо по месту жительства. В день специалисты отделения способны выполнять по 2-3 операции. Та же реплантация стопы длилась около 8 часов. Специалистов, способных выполнять подобные операции, на всю область только двое. И два доктора несут практически круглосуточное дежурство без выходных. Анастасия Каминская, Владимир Подлевский, Хвести, Кировская область.